друзья всех приветствую на торговой сессии четверга мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составляйте ваши вопросы по инструментам которые вас интересуют в секции с комментариями и не забывайте друзья ставите лайки сегодня мы начинаем брифинг на довольно оптимистичной позитивной ноте друзья потому что будучи агрессивными настойчивыми активными продавцами доллара мы добрались до нашего долгосрочного целевого ориентира потому что индекс американской валюты пал ниже уровня 90 пунктов я с этим друзья с большим удовольствием вас всех поздравляю и считаю что это наша совместная заслуга но не нужно терять деятельности нужно на продолжать анализировать то что происходит следить за событиями и держать руку на пульсе в общем друзья будем вместе смотреть за тем что произойдет с индексом доллара а дальше по поводу американской валюты я думаю что для тех из вас кто внимательно следит за моим аналитическим контентом за той на последовательные повествовательной линии умозаключений выводов которые я делал касательно того что может произойти с американской валюты из-за ковидной темы из-за действий центрального банка федрезерва из-за мягкой политики ожидания новых мер экономического стимулирования провальных макроэкономических отчетов и ситуации на долговом рынке не буду уходить на десятый круг относительно того как все эти факторы поджимали на протяжении довольно длительного периода времени курс бакса вы должны друзья это все знать но по горячим следам конечно же мы должны сейчас пробежаться по вчерашним итогам двухдневного заседания американского регулятора которые оказались вы знаете не такими как может быть могли бы быть с учетом коронавирусной темы потому что как вы наверняка помните мы настраивались на то что фрс возьмет сейчас в бразды опять же потенциальных изменений денежного курса в свои мощные лапы и все-таки поможет экономике через новые пакеты фискальных монетарных стимулов я имею ввиду увеличение программы количественного смягчения продление действия текущей программы либо изменение ассортимента выкупаемых облигаций вот эти три сценария мне казались самыми вероятными в плане тех решений которые изменения могли бы произойти но американский регулятор друзья ничего из этого не сделал фактически прокомментировав о том что следить за тем что происходит сохраняет свой адаптивный подход к тому что творится в американской экономике готов при необходимости прибегать вот подобного рода изменениям а если того потребует на ситуация все внимание трейдеров сфокусировалось на пресс-конференции джерома павла в ходе которого друзья в ходе которой он сделал то важное заявление которое сейчас и стала одним из основных триггеров того снижения которое мы наблюдаем председатель американского регулятора подтвердил что фрс не будет менять текущую процентную ставку до двадцать третьего года что это значит друзья если вы помните я надеюсь то что вы помните мы стали продавать американскую валюту индекс доллара довольно таки давно прежде всего опираясь на ситуацию на долговом рынке на с доходностью американских облигаций которая остается вблизи фактически нулевых значений и эта идея опять же основывалась на том что американский регулятор ранее пересмотрев политику отношения к инфляции перейдя на инфляционное таргетирование уже а сигнализировал нам то что не будет повышать процентную ставку которая изначально вот это решение могло бы расцениваться как фактор поддержки для доллара то есть если смотрите политика становится мягкой курс снижается если политику ужесточают то есть повышение процентной ставки это и есть то же самое ужесточение то курс национальной валюты укрепляется но сейчас мы получили сигнал от фрс а то что ближайшие друзья четыре года ну давайте все-таки про 4 говорить не будем 3 скорее всего очень большой промежуток времени ставка не будет расти это значит то что доллару не на чем будет восстанавливаться и скорее всего вот этот комментарий мы можем конвертировать в долгосрочную не с идею и замокнуться на то друзья что сегодня после пробоя поддержки 90 пунктов конечно же будет коррекция вы это должны прекрасно понимать то что любой тренд это нормально когда мы видим и рост и снижение но на долгосрока сегодня сам факт пробоя 90 пунктов может означать то что американская валюта будет нацелена на снижение гораздо более низким ценовым значением и пойдет потенциально на обновление исторического минимума до него правда далеко исторический минимум это ниже 80 пунктов нужно хотя бы сделать следующая цель это обновить минимальное значение с 2018 года в районе 88 пунктов я считаю друзья то что при а тех водных которые мы получили от фрс а с учетом того что мы вот-вот получим сообщение с знаком молния о том что конгресс сша принял новых пакет экономических стимулов 700 750 миллиардов 800 900 не важно важно то что это деньги которые увеличат ликвидность деньги которые улучшат рыночные настроения потому что участники рынка решать что с притоком доп средства перспективы экономически улучшится и соответственно на этом фоне сделают ставку на рост рисков инструментов фондового рынка они доллара с учетом всего этого друзья у нас идея слабостью доллара остается в приоритете но при этом дальнейшее снижение она с точки зрения фундаментального фона точно продолжится но как я уже отметил прежде чем мы пойдем еще глубже есть высокая вероятность отката если вы не готовы работать с коррекционной динамикой если вам страшно друзья либо вы начинаете очень сильно паниковать когда рынок идет против вас но не испытывайте судьбу зафиксировать результат прежнего шарта тем более что впереди новогодние праздники оставьте рынок в покое и отдохните но если вы считаете что фундаментально доллар только набирает темпы своего обвала друзья тогда присоединяйтесь к моей торговой активности давайте вместе топить за его еще большую слабости сегодня в 16.30 заявки на пособие по безработице сто процентов будет еще один слабый релиз кстати чаронечные продажи тоже ожидаемо разочаровали трейдеров хотя из-за к вида мы изначально не настраивались на хорошие цифры золото растет 1866 как только конгресса примет решение о новых стимулах золото сразу же влетит выше отметки 1900 долларов за тройскую унцию австралийс против доллара 075 90 друзья тоже эта сделка приносит солидный профит спасибо данным по рынку труда которые вышли несколько часов назад фактически уровень занятости 90 тысяч в прошлом месяце против прогноза 50 тысяч новозеландский доллар тоже растет 071 30 друзья цель 072 совсем рукой подать темпы экономического роста в прошлом квартале были пересмотрены с улучшением с тринадцати пяти до 14 процентов давненько мы не получали фундаментальной макроэкономической поддержки по австралийцу и новозеландцу и вот пожалуйста за один день вот так и звезды сошлись еще и на фоне снижения курса доллара просто замечательно доллар канадец 1 27 14 друзья я поставил отложку by стопс уровень 1 27 50 много комментариев относительно перекупленности канадцы его дороговизны негативном влиянии на экономику еще и рост инфляции до одного процента мне кажется это максимальное значение с февраля то есть есть вероятность того что банка канады начнет даже задумываться о возможности ужесточения монетарной политики чтобы остановить рост индекса потребительских цен то есть это тоже потенциальный фактор поддержки для канадского доллара евро 1 22 25 друзья тоже комментарии излишне продолжаем расти двигаемся работаем по тренду фунт против доллара 1 35 37 сегодня заседание банка англии вы знаете друзья моя позиция относительно того что brexit может быть жестким она остается неизменной но это моя позиция по текущей трендовой динамике очевидно что а фонта с большей вероятностью продолжит восстанавливаться но если вы тоже сторонники как бы небольшого лагеря трейдеров которые верят в больше пессимизм и считают что стакан все-таки наполовину пусть нежели полон то тогда друзья нам нужно работать с текущей позиции все-таки ожидать распродажа данные по инфляции вчера показали что индекс потребительских цен снижается очень сильно то есть фактически находится в районе нулевой отметки и возможно для того чтобы его подстегнуть банк англии сегодня может сообщить каких-то мерах доп стимулирования это негативный фактор для национальной валюты кто знает может быть сегодня решение банка англии собственно фунты обвалится биткоин 22000 друзья здесь тоже как бы комментарии излишне спекулятивный спрос настолько ажиотажный и бешеный что привел биткоин к тем уровнем на которых мы сейчас его наблюдаем я признаться вне оппозиции считаю что прежде чем вообще закупаться биткоином нужно все-таки дождаться коррекции особенно после теста текущих значений на этом собственно все хорошей вам торговой сессии всем пока